Хотите хорошую, но недорогую машину? Хочу. Хотите, чтобы она была быстрая? Да. И чтобы она не ломалась? Да. Тогда купите китайский автомобиль. Ну, плохо. Я не знаю, как правильно. К Xiaomi, Xiaomi, Xiaomi. Но у меня вообще нет предвзятости или претензий к этому бренду за исключение одного но. Вся продукция, которую они делают, у меня нахуй не работает. У меня все отваливается, у меня все глючит, у меня все ломается. Вот сейчас пример был. Начинается, да? Видишь, Xiaomi, у тебя работает, у меня нет. А вот не видно, в каком я режиме. Попробую еще круче. Вот смотри, вот какой режим сейчас? Какой режим сейчас? Что-то мигает, а, блядь. Чего мигает? В каком режиме я еду? Что, синенькая? Красненькая? Еще раз красненькая. Вот это вот суперспортно. А вот это что? Вот у меня с этой техникой постоянно какая-то жопа происходит. Я вообще не понимаю логику их работы. Завтра на работу, а в автобусе дома. Я смотрю в окно, там такая красота. Но в фиаме нет ни телефон, это прям машина. И я влюблен, нажму на кафе, город для меня поет. Шесть мультов, шесть мультов, мечта сбывается вновь. Это тоже нужно брать. И этот шанс не проехать. Сколько сегодня стоит Турбээс? Сколько сегодня стоит Су-7? Неважно, кто у кого что подтырил. На самом деле, тырить помогали BMW-шники. Вот эти люди. Есть ли у меня ощущение вау от дизайна этого автомобиля? Нету. Но при этом он очень приятный. Я вынужден признать, что когда я тестировал одну из самых быстрых машин, на которой у меня почему-то были более безумные надежды и планы, и это был Taycan TourBS, я голодранец тогда не оценил. Я не смог тогда до конца оценить и осознать, насколько на самом деле ребята из Porsche шагнули вперед, потому что то, как рулится Taycan TourBS, до сих пор все отдыхают. Но понятное дело, что это все-таки Porsche, да? Не надо сравнивать, там путать. Это Porsche. Вы можете быть прекрасным пекарем, если вы никогда ничем не занимались? Нет. Вы можете быть прекрасным строителем и строить какие-то великолепные здания, если у вас нету никакого опыта? Нет. Согласны с этим утверждением? Тогда объясните мне, как они сделали Leysan Le 9, который сейчас рвет весь рынок? Каким образом они сделали L6, L7? И каким образом я сейчас еду на машине, которая называется Xiaomi, которые делали просто, сука, китайские телефоны? И когда я включаю спорт режим и нажимаю газ, яб... хуя просто. С первого раза? Да. Просто взяли и сделали. Ну, понятное дело, что они не просто взяли и сделали. Понятное дело, что они к этому стремились. Они не стали экономить, они не стали думать, ой, давайте попытаемся сделать. Они сказали, давайте, б***ь, сделаем. Потому что для первой машины это за гранью вообще понимания. Такое ощущение, что ребята, которые делали Taycan, их просто выгнали с работы, они пошли побираться куда-то на улицу, их там подобрали китайцы, дали им дохрена денег, и они сделали вот это. Но самое главное, ценники. Taycan, Xiaomi. Почему я их сравниваю? Понятно, здесь чудес нету. И чудес быть не может. И я сейчас про это в тесте расскажу. Но факт остается фактом. По ощущениям, по внешнему виду, и главное, по динамике, ой, как близки. Почему у меня голова кружится? У меня как-то тут-то подожревать вообще. Мне прям не по себе в машине. Да. Как будто, б***ь, что-то какие-то электрические волны б***ь проходят сквозь нас. Виктория Боня во мне проснулась. Вышки 5G. Поехали за фольгой. Я спасу вас. Я знаю, где есть фольга. Как защититься от зомбирующих вышек 5G? Ну и вон нахуй эти китайские приколы. Было? 3,2. 3,2? 56. Свистим. Не держит. В спорт режиме. Она прямо едет. У нее недостаточно поворачиваемости. Как и у всех китайцев. Но едет, едет. Она едет на 10 миллионов рублей. Вот если за нее 12-13 просили бы, ну уже, наверное, чего-то куда-то, ну, чуть-чуть, вот, перебор. А когда 6300, еще и с тамошкой от ЕНКарс. Вот реальная компетенция, в моем понимании, выглядит именно вот так. Когда у вас в сервисе куча машин с разобранными приводами, вы разбираете, вы изучаете, вы получаете опыт. И этот опыт бесценный. Можно заработать только тем путем, что сюда залезть, посмотреть, изучить, понять, столкнуться с проблемой и, сука, решить ее. И вот чем больше будет таких мест, где будет расти компетенция по этим электрическим машинам и вообще в целом китайским, тем лучше у нас будет история это идти на рынки. Тормоза. Даже при том условии, что здесь они поставили брэм, здесь работает очень хорошо рекуперация, достаточно большое мощное сопротивление. Тормозов не хватает, вы их перегреете достаточно быстро. Ставить сюда карбонокерамику? Почему нет? Да потому что она будет нормально останавливаться. Она едет очень хорошо. Она не Тайкан, она не М5, она не даст такого удовольствия, она даст другое удовольствие. Удовольствие от того, что ты нахал весь мир, отдал 6300 и при этом валишь на все бабки. Вот в чем прикол этой машины. Кстати, у меня голова меньше стала кружиться, а у вас? Нихуеву. Мне бить вообще нормально, у меня защита работает. Я не пытаюсь какой-то поклеп на эту машину сделать еще что-то. Первый раз за всю историю тестов на машине у троих людей одновременно кружится голова. Круто? Какие ощущения? Это тоже подтошнит. Тебя тошнит, а тебя? Мне плевать хочется. У меня тоже, но я Виктория Бойя. Короче, она может пойти и 25, и 26, может. Но есть одно но. Она вообще на этой скорости неуправляемая. Понимаешь прикол? Она неуправляемая на этой скорости. 337 лошадиных сил сзади и 300 спереди. 637. И они едут очень хорошо. Я понял. Знаешь, почему 637? Потому что 6300. Здесь батарея 101 киловатт. Соответственно, как вы поняли, полный привод. Очень приятный салон. Приятность заключается в том, что... Что это за материал? Я не знаю. Но я хотел бы, чтобы у меня в машинах такой был. Это похоже на какую-то, знаете, на какую-то... На губку какую-то мягкую, плотную, резиную, такую приятную. Меню. Отдельная история для разговора. Я уверен, что ЕНКР сломают, переведут и сделают вопрос времени. Более того, все то же самое, как и с телефонами. Они разбирались, ремонтировались, все менялось, и здесь будет то же самое. Машина максимально приятная. Вообще любая претензия за эти деньги, машина, которая так едет, уходит моментально. По сути, эта машина едет порядка трех секунд. А кто у нас едет, мои хорошие, порядка трех секунд? BMW M5 Competition, ваша любимая. Прикол в том, что она как бы до ста едет и после ста едет. Ну, то есть едет. Притом условие у нас в багажнике оборудования и три человека в машине. И едет она очень бодро. Прям очень бодро. Это значит, что она едет на все деньги, которые вы за нее потратили. А еще надо учитывать, что в этих 6300 еще и таможня, еще и доставка. Интересно, а вот если я подъеду, на меня люди посмотрят, что они подумают? А, там еще женщина есть, она точно скажет. Увидел меня, ебанта? Да. Смотрит, пальцем показывает? Нет. Бля, надо себе такую штучку сделать. Козыречек небольшой. Ну, как кепочка. Есть? Да. Маленький такой. От солнца спасен. От солнца. Давайте, все, шутки закончились. Давай, тут положим, не выкидывай. Этот, ты чуть-чуть пропускал сигнал. На самом деле, у этой машины в Китае есть прикольная функция. Ты едешь, нажимаешь на кнопку вот на эту и говоришь, там, Xiaomi, вот что это за дом? И она тебя, она определяет через камеру, что это за дом, что там находится, подсасывает информацию какие-то магазины и рассказывает вам, там, время работы, и что там можно купить, и даже рейтинг магазина может рассказать. У нас это не работает пока, но я думаю, через какое-то время точно это заработает. У меня опять голова кружит. Что там, ну, так накрывает. Верни шапочку. Какие есть версии? 299 сил, запас хода 668. Есть SU-7 PRO, 374 силы, запас хода 900. SU-7 MAX, 673 силы, запас хода 800. В него не верю, в Волоколамск не поеду, гарантирую, она не доедет. Но! Они готовят машину, которую пока нельзя купить, но она якобы скоро будет, очень интересно. Просто невероятно. Невероятно. Посмотрим. А вы знаете, что у них за белый цвет придется доплачивать? Мы еще в люксе, чтобы вы понимали. У нас машина белого цвета, и за этот цвет еще занесли. Но самая, ну, вот эта фраза, ну, самая интересная. Нихуя не самая, самый ровно просто. Тут еще и холодильник за эти бабки есть, понимаете? Сука, как в эти бабки они уместили холодильник? Она едет, она, 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 она такая вся свежая. Вот просто свежая. Пять лет назад, когда вышел новый BMW X7, вы за эти бабки даже в X7 холодильника не увидели бы BMW, понимаете? Здесь можно купить достаточно большое количество заводских аксессуаров, предназначенных именно для этого автомобиля. Таких, как здесь шумка лучше, чем в большинстве электрических китайских автомобилей и вообще автомобилей китайских. Очень хорошая шумка. Кто-то, например, вообще кому-то не нужны эти лошадиные силы, кому-то хочется просто приятный, симпатичный, красивый, хороший седан. Они могут себе заказать более дешевую версию с более простым двигателем, не такой мощности, и все. И, пожалуйста, вот тебе катайся. Замечательная камера, очень хочется, чтобы они побыстрее эту машину перевели. Огромное количество каких-то, не знаю, полезных, неполезных приложений. Я, кстати, вот обратил внимание, они здесь вообще ничего не используют. Очень, очень легкий капотик. Ну, правильно, все просчитали, легенько. Слушай, ну тут была проблема какая-то. Вот панику подняли, истерички. Да, слушай, ничего не отваливается. Вон она стоит четко, мы сегодня дули по 24, и все нормально. У кого, у кого, у нас бы сразу отвалилось. Ну что, ну ошиблись, там где-то на заводе какой-то брак был по пистонам. Какие проблемы? Посмотри, какое сексуальное зеркало красиво. Вот это зеркало регулируется не самим стеклом, а само зеркало поворачивается так, как вам надо. Молодцы. У кого же они сперли? Хипфи. Ручка. Кайф. Стильная, хорошая, простая. Руку засунул, вот там внутри нажал на резиночку. Все, она открылась. И вот эти электрические двери не нужны. И присоски здесь нет? Есть. Сука. Слушай. А где фольга? Все, я понял. Смотри, знаешь что? Все-таки мы шли по правильной траектории, да? Боня опять пришла ко мне. Все. Классная машина, а тем более за эти деньги. Она удивила меня. Она удивила меня стоимостью, тем, как ее собрали, тем, как она едет. И слабых моментов, так же, как у всех китайцев. Она не рулится для быстрых скоростей. На скорости 24-25, которую она может, она не ведет себя так, как Тайкан. Но она и не стоит так, как Тайкан. Берегите себя. Не слушайте Боню. И покупайте, если вы хотите такую же тачку, VN Cars. Пока. О, чехольчик для телефона. Для ключа Ziker. Это что за пасхалка? А? В чем прикол? Тут какие-то мутные дела творятся. Мы сейчас еще какие-то номера найдем. Палис чей-нибудь. Китайский, блядь. Китайский, блядь. Блест. Китайский. Блестник. Продолжение следует...